В эфире новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня в выпуске. Есть так называемые понижающие коэффициенты. Учимся считать об изменениях в системе налогообложения из первых рук. Можно сказать, что катараты излечимы. Отмечаем Всемирный день зрения. Как сохранить здоровье глаз, рассказывают анапские офтальмологи. Греция! В Ангрии! Венгрия! Столица бокса. В Анапе стартовал чемпионат Европы среди юниоров. Благоустройство вокруг стела на въезде на Пионерский проспект сегодня лично проинспектировал глава Анапы. Площадку вымастили новой плиткой, сделав архитектурную группу. Юрий Поляков оценил качество выполненных работ и дал ряд поручений. Места оставили, очевидно, под елки надо хорошие. Только они такие, а сразу такую приличную. Вот видите букву? Я думаю, надо дать поручение. Хорошая стела, она уже такая исторически сложившаяся у нас. Надо будет ее освежить, обновить ее. И давайте опродлим вот эту народную атропу нашу, которая идет к остановке. Потому что люди все равно идут по тротуару и они прямо идут на остановку. Вот там видите вытопкано. Да, да. Метровую там или такую же до столба вот ее сделать, а дорожку все. И очень прошу, уделите внимание в плане безопасности по ограждению. Следующая остановка на Пионерском проспекте. Главная магистраль курорта, по мнению Юрия Полякова, должна быть в идеальном состоянии. То же касается и благоустройства вокруг. Особое внимание к проходам к морю. Когда появятся арки, у нас будет другое мышление благоустройства этих территорий. То есть займемся плотно проходами. Проходы – это те места, где ходят люди. Сегодня проводятся рабочие встречи с руководителями здравниц. Намечены планы благоустройства и строительство новых арок на проходах к морю. Также глава Анапы обратил внимание на ночное освещение Пионерского проспекта. Юрий Поляков дал поручение. Будем усиливать здесь декоративную подсветку. У людей, которые к нам приезжают, должно быть ощущение праздника. Сегодня отмечается Всемирный день зрения. О том, как сохранить здоровье глаз на долгие годы. И о нелегкой, но такой важной работе анапских офтальмологов в сюжете. Вера Николаевна сейчас проходит курс интенсивной терапии. Прогноз благоприятный. А всего несколько дней назад у нее была угроза потерять зрение. После того, как она обратилась за помощью к анапским офтальмологам, те в течение одного приема определили заболевание и назначили лечение. Благодаря своевременному вмешательству врачей, болезнь была локализована. И сейчас идет реабилитация пациентки. Любовь Михайловна меня приняла. Я вот, понимаете, я ушла со слезами, что она говорит у вас такое проблематично. А сегодня я пришла, через полтора дня я пришла в хорошем настроении. Современная офтальмология имеет на своем вооружении уникальное оборудование. К примеру, вот такой аппарат по измерению внутриглазного давления позволяет без контакта выявить отклонение. Вся процедура занимает не более 10 секунд. Благодаря передовым технологиям даже самые тяжелые заболевания поддаются лечению. Катаракта в настоящее время настолько излечимая, как мы везде говорим. Это возрастная особенность глаза после 60 лет. Если не считать там осложненных, диабетических, травматических, то прекрасно оперируются и люди возвращаются к полноценной жизни на 100%. Прекрасно делают операцию. Можно сказать, что катаракта излечима. Сейчас на постоянном учете у анапских офтальмологов более тысячи человек. Как отмечают сами медики, хронических заболеваний не так много. Появилась другая проблема. Повальное увлечение компьютерами, телефонами и планшетами приводит к тому, что именно молодежь сейчас вошла в потенциальную группу риска. Мы даже можем четко провести разницу между, допустим, подростки, дети села, у которых меньше компьютеров, они здоровее. И у них близорукость на самом деле выявляется гораздо позже, когда они уже в компьютеры власть. И взять городское население, школьников, подростков, то можно сказать, каждый четвертый страдает нарушением рефракции глаза. Рецепт здорового зрения прост. Регулярно проводить гимнастику для глаз, больше находиться на свежем воздухе, не увлекаться работой за компьютером. И самое главное, ежегодно проверять зрение у специалистов. Ведь на ранних стадиях заболевания лечению поддаются практически все глазные болезни. Руслан Душевский, Анапа, регион. На полях Анапского района полным ходом идет сев озимых зерновых культур и сбор винограда. Аграрии поставили перед собой высокую планку. До середины октября выполнить не менее 80% работ. В городском управлении сельского хозяйства рассказали, что сев ведется с внесением в почву сложных минеральных удобрений. В посевной компании задействованы более 50 единиц техники. Также фермеры Анапы завершают уборку урожая винограда. Средняя урожайность составляет более 90 центнеров с гектара. В России введен новый порядок расчета налога на имущество. Кто-то из собственников квартир, домов, земельных участков уже получил квитанцию. Кому-то только предстоит увидеть эти цифры. О том, что изменится теперь в нашем эксклюзивном интервью с заместителем руководителя налоговой службы по городу-курорту Анапа Андреем Афтеньевым. Андрей Пименович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чего все-таки ожидать собственникам? Я знаю, что сегодня за основу берется кадастровая стоимость жилья, и поэтому исчисление налога будет совершенно иным. Совершенно верно. За период 2017 год исчисление налога на имущество физических лиц будет исходить из кадастровой стоимости после состояния 1-го ряда 2017 года. Есть определенная формула, установленная налогом Кодовской Федерации. В нее входит сумма налога исчисленной из кадастровой стоимости, сумма налога исчислена из ранее исчисленной инферционной стоимости, есть так называемые понижающие коэффициенты на 2017 год, это 0,2. Вот исходя из суммирования, почитания, деления всех этих коэффициентов складывается та сумма налога, которая придет к малопотельщику за период 2017 года. Для большей наглядности давайте попробуем взять какой-то пример. Вопрос, конечно, немножко индивидуальный, потому что исходя из технических характеристик объекта и так далее, в каждом случае эта стоимость будет, естественно, и сумма к уплате разная. Но если взять, ну, такой пример, скажем так, например, квартира 78 квадратных метров, когда стоимость 4 миллиона 107 тысяч рублей, вычитается установленный вычет 20 квадратных метров, исходя из того, что ранее за 2016 год сумма налога к уплате, исходя из инферционной стоимости, была 914 рублей, и сумма налога составит за 2017 год 1 342 рубля. Есть такое понятие, как налоговые вычеты. Кому они положены? Они полагаются любому собственнику объекта недвижимости. Значит, если их разделить на критерии, 10 квадратных метров стоимость кадастровая вычитается в отношении комнаты, стоимость 20 квадратных метров вычитается из стоимости квартиры, и стоимость 50 квадратных метров вычитается из стоимости жилого дома. Как будет исчисляться земельный налог, если на земле, то есть на участке, есть капитальная постройка? Наличие объекта недвижимости на земельном участке никаким образом не изменяет порядок уплаты. То есть лицо, имеющее в собственности земельный участок, оплачивает земельный налог, ну и при этом имеющий на этом же земельном участке объекта недвижимости, уплачивает, соответственно, налог на имущество и физических лиц. Если, конечно, нет каких-то льгот, вычетов, ну и так далее, которые можно применить. Скажите, пожалуйста, список льготников, он остался прежним? Льготы, они с прошлого периода практически не изменились. Они положены вот так вот вкратце, там довольно большой перечень. Многодетные семьи освобождаются при наличии троих и более детей по состоянию на конец налогового периода. Хочется отметить самую большую категорию – это пенсионеры. Они имеют право на льготу в отношении одного объекта, недвижимости по своему выбору. Вопросов по изменению системы расчетов в нашу редакцию поступило много. Смотрите продолжение интервью с Андреем Автеньевым в наших следующих выпусках новостей. 32 страны и более 300 спортсменов. В Анапе впервые стартовал чемпионат Европы по боксу среди юниоров 15 и 16 лет. В течение недели юноши и девушки в разных весовых категориях борются за звание стать сильнейшими. Соревнования проходят по инициативе Международной и Европейской ассоциации бокса, Федерации бокса России совместно с Федерацией бокса Анапы, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Англия. Такое количество иностранных гостей спортивный комплекс «Лок Витязь» встречает впервые. Греция! Хангрия! Венгрия! Айланд! Ирландия! В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, президент Федерации бокса Германии Юрген Киас, руководитель спортивного департамента города-курорта Анапы Сергей Ткаченко и многие другие. Я думаю, что мы с этого стартанем и у нас больше будет таких мероприятий проходить именно в Краснодарском крае, потому что у нас в следующем году запланированный чемпионат мира 2019 года в Сочи. Мы счастливы, что первенство Европы проводится в России. Мы выражаем огромную благодарность организационному комитету города-курорта Анапа за великолепную организацию этих соревнований. Желаем всем участникам справедливого судейства, честных поединков и уверенных побед. Открыл чемпионат поединок девушек из Турции и Польши в весовой категории 46 килограмм. Спортсменка из Турции сразу выбрала высокий темп и наступательную позицию. Работая на длинной дистанции, она не давала сопернице уйти в клинч и завязать ближний бой. Тактика увенчалась успехом. Уже во втором раунде Турченко одерживает уверенную победу. В чемпионате также участвуют и российские спортсмены. 14 юношей и 12 девушек в весовых категориях от 46 до 80 килограмм. Чаара Фашалаев представляет сборную России. В своем поединке использовал тактическое преимущество – более высокий рост. Благодаря этому наш боксер смог эффективно реализовать атакующие действия. Как результат – заслуженная победа. Победу по очкам в этом бою одержал боксер из синего угла. Чаара Фашалаев, Россия. Это только первые достижения наших спортсменов. Соревнования продлятся до 16 октября. Тогда же состоятся финальные поединки и награждения победителей. Руслан Душевский, Анапа, Регион. Сегодня в Анапе на базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» стартовало первенство города-курорта по плаванию. В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки 2007-2009 годов рождения. Первенство выявит лидеров, которые отправятся в ноябре в Краснодар для участия в краевых состязаниях. Юные спортсмены – воспитанники школы «Виктория». По словам организаторов, в открывшемся после реконструкции бассейне созданы все условия для того, чтобы добиваться отличных результатов и для формирования спортивного резерва. В перспективе, по словам начальника управления по физической культуре и спорту городской администрации, возможно строительство нового бассейна. Ведь плавание с каждым годом становится все популярнее среди анапских школьников и давно зарекомендовало себя как действенный способ поддерживать здоровье и общее развитие подрастающего поколения. Первенство продлится два дня. Все желающие могут посетить это мероприятие. Адрес детско-юношеской спортивной школы «Виктория» – Анапа, проспект Революция, 11. Вход свободный. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. КАНЕЦ! КОНЕЦ! 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 Продолжение следует...